В Германии происходит небывалое. На скамье подсудимых оказался хоть и бывший, но глава государства. Экс-президента подозревают в коррупции. Для большинства немцев это немыслимо. Почему? Это наша главная тема сегодня. Добрый день! Вы смотрите программу Геофактор. В ближайшие 15 минут мы постараемся ответить на следующие вопросы. Почему экс-президент Германии оказался на скамье подсудимых? На что тратят деньги богатые китайские туристы и инвесторы в Европе? Почему безбилетный проезд во Франции стал массовым явлением? 750 евро. Из-за такой суммы недели назад в Германии начался громкий судебный процесс. К опросу первых свидетелей в минувший четверг было приковано особое внимание. Еще бы! На скамье подсудимых президент страны, пусть и бывший. Еще два года назад Кристиан Вульф был популярным в Германии политиком. Но в феврале 2012-го, после обвинений в коррупции, причем сразу в нескольких случаях, ему пришлось уйти с поста главы государства. Сейчас с Вульфу почти все обвинения сняты. Правда, один невыясненный эпизод все же остался. Счет в 750 евро. Казалось бы, сумма небольшая, но в правовом государстве главное не сумма, а принцип. За что именно судят бывшего президента и что думает по этому поводу немецкое общество? Об этом в материале моих коллег Ирины Попаховой и Глеба Гаврика. Кристиан Вульф занял пост главы государства в возрасте 51 года, став самым молодым президентом в истории Германии. Тогда, в июне 2010-го, никто не догадывался, что головокружительная карьера закончится так плачевно, и что Вульфу даже придется предстать перед судом. Сегодня бывшего президента обвиняют в извлечении выгоды в результате использования служебного положения. Вульфу грозит штраф или тюремное заключение сроком до трех лет. Судьи оценивают шансы оправдания как 50 на 50. Для меня это нелегкий день, но я уверен, что смогу доказать свою невиновность и по последнему пункту обвинений, потому что я всегда поступал правильно, когда был президентом. Действительно, от многочисленных подозрений остался лишь один эпизод. В сентябре 2008 года, когда Кристиан Вульф еще занимал пост премьер-министра земли Нижняя Саксония, он вместе с супругой побывал на пивном празднике Октоберфест. Часть расходов за гостиницу и ресторан в общей сложности около 750 евро оплатил приятель Вульфа, кинопродюсер Давид Грёневольд. Ему, кстати, тоже предъявлено обвинение в рамках этого дела. Прокуратура утверждает, что Кристиан Вульф оказал другу ответную услугу. Два месяца спустя написал письмо тогдашнему руководителю концерна «Сименс» с просьбой финансово поддержать кинопроект Грёневольда. Для прокуратуры это письмо оказалось достаточным основанием для передачи дела в суд. Прокуратура все еще подозревает Кристиана Вульфа во взяточничестве, даже если судебная палата смягчила эту формулировку до обвинения в извлечении выгоды от использования служебного положения. Кристиан Вульф позволил господину Грёневольду оплатить его счета, а Грёневольд взял часть расходов на себя в расчете на то, что Вульф, возможно, окажет содействие в поиске инвесторов для производства его будущего фильма. Скандал разразился в декабре 2011 года. Кристиан Вульф еще и усугубил свое положение, позвонив главному редактору таблоида «Бильд», пытаясь предотвратить публикацию обличающих его материалов. Поэтому Вульфа упрекнули еще и в попытке оказать давление на прессу. Разоблачения посыпались одно за другим. Общественность узнала о том, что Вульф занял полмиллиона евро у супруги состоятельного друга-предпринимателя на покупку дома. Хотя чиновники его ранга в таких случаях обращаются в банк. Несмотря на подозрения в коррумпированности, Вульф не спешил уходить в отставку. На протяжении двух месяцев скандал обрастал все новыми подробностями. Немцы узнали об отпусках Вульфа на виллах друзей бизнесменов, разумеется, без какой-либо оплаты, о его тяге к гламуру и роскоши. В конце концов, прокуратура начала расследование в связи с подозрением, что президент брал взятки. Беспрецедентный случай в истории Германии. Вульфу не оставалось ничего другого, как уйти в отставку. Я допустил ошибки, но я всегда был честным. Сегодня экс-президент вызывает у немцев скорее жалость. Некоторые считают, что Вульф стал жертвой преследования прессы. Такого мнения придерживается и он сам. Большинство немцев уверены, что после скандала отставка Вульфа была единственно правильным решением. Но что касается процесса, тут мнения разошлись. В Германии разгорелась дискуссия по поводу того, следует ли судить бывшего президента из-за такой, в общем-то, небольшой суммы. Ведь Вульф и так уже заплатил за свои ошибки, со скандалом покинув пост главы государства. К тому же, в случае оправдательного приговора, судебные расходы будут оплачены из кармана налогоплательщиков. И расходы эти будут немалыми, ведь процесс рассчитан на 22 судебных заседания. Никакой необходимости в этом нет. Это чистые воды раздувание прессы и истории на пустом месте. То, в чем обвиняют Кристиана Вульфа, в этом нет ничего особенного. Многие обвинения против него оказались беспочвенными. От всех упрёков осталась лишь какая-то малость, которая явно не может быть достаточным основанием для того, чтобы судить бывшего президента ФРГ. Но в Германии много и тех, кто считает, что перед законом все равны. И булочники, и министры. И если факт извлечения выгоды будет доказан, то бывший президент должен будет понести наказание. К тому же, в случае с экс-президентом речь идёт не только о законе, но и о морали. Я считаю, что если чиновник, мелкий или крупный, без исключения, подозревается в извлечении выгоды, он должен пристать перед судом. Это правило едино для всех граждан, в том числе и для президента Федеративной Республики. Кристиан Вульф мог бы избежать судебного процесса. Прокуратура была готова не передавать дело в суд в обмен на штраф в размере 20 тысяч евро. Но его уплата была бы приравнена к признанию вины, и экс-президент отказался. Теперь и для Вульфа, и для прокуратуры это судебное разбирательство стало делом чести. Ожидается, что приговор будет вынесен ближе к лету 2014 года. Каждый год в Европейский Союз приезжают сотни тысяч китайцев. Причём в основном не как трудовые мигранты, а как бизнесмены или туристы. В Германии в рейтинге иностранных гостей китайцы уже прочно удерживают одну из первых строчек. Особенно состоятельные китайцы любят шоппинг в Германии. Только с января по июне этого года они оставили в немецких магазинах и бутиках более 200 миллионов евро. По покупательской способности китайцы уже обошли гостей из богатых стран Персидского залива, благополучной Швейцарии и России. Франкфурт на Майне – финансовая столица Германии. Здесь всегда много туристов и деловых людей из-за границы, в том числе и из Китая. С самого утра они устремляются в крупные торговые центры. И почти каждый считает своим долгом купить часы и заглянуть в хозяйственный отдел. Многие покупают ножи. Ведь клеймо, сделанное в Германии, это гарантия высокого качества. Эта пара долго не могла решить, кому из друзей и родственников мог бы пригодиться такой подарок. После небольшой дискуссии они решили, что восьми наборов ножей для кухни, наверное, хватит. Качество товара в Германии очень высокое. Много добротных вещей. Ножи, одежда, сумки, предметы роскоши – все отличного качества. Нам Джуань тоже ценит немецкое качество. Он поставил перед собой цель – купить в Германии приспособление для чистки чеснока. Сотрудница магазина смогла предложить ему лишь чеснокодавилку. Я здесь только на два дня и, к сожалению, могу лишь потратить 200 евро. Как правило, китайские туристы тратят в Германии гораздо больше, чем нам, Джуань. В среднем речь идёт о сумме в 600-900 евро. Крупные торговые центры учитывают вкус покупателей и стараются под них подстроиться. Власти Франкфурта уже давно выпускают брошюры на китайском языке, помогают туристам быстрее сориентироваться в городе. Инвестор из КНР строит гостиницу. Так что если речь заходит о проживании, питании или каких-то советах для туристов, даже китайцы, не владеющие немецким или английским, во Франкфурте не пропадут. Франкфурт хорошо известен в Азии, особенно в Китае. Многие ассоциируют Европу с нашим городом. Китайцам нравится компактность Франкфурта, близость большого аэропорта. Они приезжают на книжную ярмарку, на автосалон. Кроме того, у нас прекрасные возможности для шопинга. Всё это играет для китайцев большую роль. Впрочем, хорошо себя чувствуют в Германии не только туристы. Джейн Хург водит германа китайской группой инвесторов, которая занимается продажей недвижимости и ориентируется прежде всего на жителей КНР. К концу следующего года компания закончит реконструкцию жилого комплекса в Биркенфельде, удалённом от больших городов в районе на юго-западе Германии. Раньше этот комплекс принадлежал военной базе США. Цены на дома в сельских районах низкие. Поэтому небольшие китайские компании проявляют к такой недвижимости большой интерес. Уже 60 предпринимателей зарегистрировали здесь свои фирмы. Если они хотят торговать с датчанами, итальянцами и французами, то им очень удобно делать это отсюда. Другой фактор – стабильная экономика. И ещё один пункт – природа. Китайцы ценят чистый воздух. Инвесторы из Китая здесь желанные гости. Их инвестиции могут придать импульс развитию всего региона. Но вернёмся во Франкфурт, где китайские туристы заканчивают шоппинг. Только за последний год число гостей из КНР увеличилось на 30% и продолжает расти. Они охотно тратят деньги в Германии. Ведь товары с надписью «Made in Germany» здесь стоят порой дешевле, чем в самом Китае. Плюс они точно настоящие, не подделка. Многим из вас наверняка знакома картина. На перрон прибывает электричка. Но часть пассажиров направляется не к турникетам, где проверяют билеты и проездные, а в прямо противоположную сторону. Ну или, например, таким способом пытаются избежать встречи с контролёром. Как это делают французы? Правильно, это безбилетники-профессионалы. В последнее время такая картина наблюдается во Франции всё чаще. Среди молодых парижан стало чуть ли не модно ездить без билета. Ромэн, Флорен и Элидио чувствуют себя чуть ли не мушкетёрами, когда им приходится прыгать через турникеты. Их цель – бесплатный проезд на парижской пригородной электричке. Они рискуют. Если их поймают контролёры, придётся заплатить штраф. Большинство пассажиров проходят через турникеты здесь, в главном зале. Но тут мы будем у всех на виду, нас легко поймать. Лучше нам зайти там, где находится выход. Людей там намного меньше, и мы не так сильно рискуем попасться контролёром. 113 евро стоит месячный проездной на электричку «Эври Париж». Для молодых людей это слишком дорого. Это просто возмутительные цены. Я с этим не согласен. И не только потому, что у меня мало денег. Я вообще считаю ненормальным платить за общественный транспорт. Я за бесплатный проезд для всех пассажиров. Общественный транспорт должен работать за счёт налоговых поступлений. Для меня проезд без билета – это своего рода акт гражданского неповиновения. Только в Париже около трети всех пассажиров регулярно ездят зайцем. Уже давно пора поставить контролёров у турникетов, считает Пьер Кардо. Вот уже несколько лет бывший мэр одного из парижских пригородов борется с безбилетниками. Люди, которые покупают билет, часто видят, как другие прыгают через турникеты. Через какое-то время честные пассажиры задаются вопросом – а почему я должен платить? Так постепенно нормой становится уже не оплаченный, а безбилетный проезд. Бесплатный проезд превратился во Франции чуть ли не в национальный вид спорта. Это почти что модно. Нередко молодые безбилетники собираются в группы и даже пускают в ход кулаки, если их пытаются остановить. Контролёры пытаются выработать новую стратегию. Они говорят, лучше поверить пассажиру на слово, даже если у него нет билета. У меня есть проездной, только сегодня я забыла его дома. Кто забыл проездной документ дома, может предъявить его позже. Тогда ему придётся заплатить только 6 евро. Очевидно, что основная причина массового безбилетного проезда во Франции даже не отсутствие денег. Такое нарушение общественных норм вполне в духе французской традиции протеста. Даже президент Франции Жак Ширак однажды перепрыгнул через турникет в метро. Даже если Ширак и не думал уклоняться от уплаты за проезд, его прыжок вошёл в историю. Нелегальное страховое общество студентов использует эту фотографию в целях рекламы. Дескать, раз к президенту можно ездить без билета, то нам и подавно. Со скрытой камерой съёмочная группа посетила офис этого страхового общества в городе Лиль на севере Франции. Добрый день. Это страховое общество безбилетников? Это такая касса, в которую безбилетники регулярно платят взносы. И если они попадаются контролёром, тогда страховое общество возмещает им сумму штрафа. 10 евро. Такой взнос платят члены этого тайного страхового общества. При этом они не тратят 40 евро на проездной и экономят деньги даже на штрафе за безбилетный проезд. Получается даже выгодно. Как бы ни относились французы к тем, кто ездит с зайцем, одно очевидно. Безбилетный проезд наносит серьёзный ущерб транспортным предприятиям Франции. Ежегодные убытки составляют как минимум 400 миллионов евро. Кстати, штрафы во Франции ещё не самые драконовские. Например, в соседней Бельгии безбилетный проезд обойдётся пассажиру в 200 евро. А вот в Германии всего в 40. О том, что и сколько стоит, и вообще о том, чем живут Германия и Европы, посмотрите и читайте на сайте ДВ в интернете и на страничке ДВ в Фейсбуке. А у меня всё на сегодня. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин